Илья Евгеньевич Буренко с супругой, с ребенком планируем Вот таким заездом в субботу-воскресенье возможно оказаться в Нижнем Новгороде Предлагаю вас посетить и сделать видеосъемку Сейчас идет согласование видеосъемки Поэтому еще раз представьтесь, пожалуйста, для наших слушателей И что мы запечатлеем Ярослав Петрович, мы с вами давно смотрим Меня зовут Триша Аналит Михайлович Я даже не знаю, как представляться Когда езжу по институтам, по заводам, я представляюсь инженер-электрик Так проще, скажем, с ректорами разговаривать Я вот был в Мининском университете здесь, в Нижнем Новгороде И разговаривал с ректором Сергеевым Он был приятно удивлен Мы ездим не только здесь, по другим областям Коротко скажу, чем я занимаюсь Я занимаюсь разработкой и исследованием новых электрических машин Двигателей, двигателей-генераторов и генераторов Значит, что такое двигатели-генераторы Ну, они у вас на роликах лежали Это новая машина Вот она была разработана, если мне не изменяет память, уже лет 6 назад Есть несколько вариантов есть Идут исследования Значит, мы показываем, рассказываем Значит, многие удивляются И институты, но, к сожалению Дальше удивлений и восхищений Дело не двигается А такой класс, который разрабатываем мы Ну, я и моя команда Значит, он очень огромный И здесь просто на энтузиазме Уже мы не выезжаем Люди ждали очень многого Тем более, вы знаете мою историю Мы сами из Северодонецка, вся группа практически Правда, работают люди, инженеры И из России, и из Грузии, и из Украины Там ситуация очень тяжелая Вот, есть сейчас за рубежом, там, в Европе Не буду называть, чтобы не подставлять этих людей Значит, вопрос очень серьезный Что нам удалось решить? И мы у вас размещали Я как-то вам давал книгу Сейчас я ее переписываю Там были многие теоретические исследования И вносятся постоянные изменения Жизнь не стоит на месте Значит, мы, скажем, у двигателей У понятия потребляемую мощность в два раза То есть, на том же ротаре, на том же скатаре Ну, не совсем на том же Ну, при тех же размерах, скажем Нам удается делать двигатели Которые потребляют в два раза меньше электрического Значит, мощность Кроме того, если переделать правильно эту машину То можно, сохранив эту мощность Эту мощность, которая в современных машинах идет Значит, без разницы какие Даже те же Дуиновские Звезда трехугольник Которую он назвал славянкой Значит, мы можем построить машину Которая будет Механическую мощность выдавать в два раза больше То есть, двигатели с двумя роторами Они реально существуют Если англичане с немцами заявляют Что они такую машину построили в 1927-1930 году То у нас такая машина уже работала в прошлом году Значит, мы ее немножко разобрали Вносим изменения Сейчас строится еще одна модель То, что она будет работать Это ни у кого не вызывает сомнений Кроме того, существует модель двигатель-генератор Когда вместо наружного ротора Ставится генераторная часть И таким образом можно на вторичную обмотку Подключить любую другую нагрузку То есть, увеличив мощность Ну, говорили, зачем эксперименты Вот с такой машиной Но оказалось, что она очень-очень востребована То есть, скажем, ставится где-то вентиляторная система И на втором контуре у нее делается контур освещения То есть, включается машина одновременно Включается с вентилятором И включается контур освещения Таким образом, экономия электричества 50% Что для нас немаловажно Значит, поэтому есть еще нюансы Которые я могу вам там объяснить или еще Но они выходят уже за рамки поставленных задач Для, скажем, гражданского применения Поэтому то, чем мы занимаемся Это новые электрические машины Вот занимаются этим уже давно Значит, и сейчас есть намекки Что все-таки дело у нас сдвинется Хотя, конечно, ответы со стороны администрации президента Структур министерств различных Они как бы не вселяют надежду Вот нам предлагают с кем-то заключить договора Пройти неукры На что я просто не знаю, с кем разговаривать Но задаем сами себе вопрос Какие неукры? А мы чем занимаемся? Чем мы занимаемся больше 20 лет? Мы у государства не взяли ни копейки Все исследования идут за свои средства Или тех людей, которые заинтересованы с нами работать Просто помогают Вот если вы приедете Я вам покажу лабораторию Которую год назад здесь организовали В Нижнем Новгороде С помощью предпринимателей Нижегородской Вот они нам здорово помогают И с механическими работами Со всеми предоставлением площадки Так, в общем-то, все идет по старинке Вот провод надо покупать Все покупаем Инструмент надо покупать Все покупаем за свои деньги Бесполезно у кого-то что-то просить Поэтому надеемся только на себя И на будущее Да, Олег Михайлович А вот лаборатория, о которой вы говорите Куда надо приехать снимать Это внутри Нижнего Новгорода В городе находится, да? Да, она находится в городе практически На въезде Московского шоссе Вот Ну, есть вот завод Если вы берите Мы договоримся И вас пропустят И все я вам покажу вместе со мной Да, Олег Михайлович Такой вопрос В прошлые разы мы говорили, что мотор-генератор Там возможности, что при небольшой затрате Электроэнергии раскручивания Можно на генераторы получать больше Вот Значит Тихо-тихо Ярослав Вы, пожалуйста, осторожней со словами Вот Электроэнергия Поскольку я уже влез по самые уши Или, как говорят По самые ноги в это дело Значит И поскольку у меня метрологическое образование Я экспресс-метролог Я закончил Всесоюзный институт Стандартизации и метрологии В СССР Киевское отделение То я вам хочу сказать Ну, какая энергия Ну, вы же нормальный человек У вас возьмите любой школьный справочник Там слово электрическая энергия Не вкритите Есть электричество Электрическая мощность Есть параметры электричества Напряжение Интенсивность потока Или то, что называют силой Силой, которая не сила Значит Есть много чего Там сопротивление проводников Но электрической энергии нет Это вообще не системная единица И введена давно И, скажем В одном из учебников Академии Астрологии Академии СССР Он в одной книге Там Написал В электрических машинах В расчетах Он сказал Это не системная единица Которая применяется Наряду с системами Ну что за бред И все рассказывают Вот, Олег Красивое слово Электроэнергия Я вот отойду От вашего вопроса Чуть-чуть Сейчас, Олег Михайлович А определение электричества Вообще есть? Есть Какое? Ну, вы хотите Сходу меня спросить Очень простое Вот когда мы В одном из институтов С ребятами Ну, с ребятами Которые по 70 лет С учеными Скажем И преподавателями Стретялись То я им сказал Что вот Мой знакомый Хороший Игорь Петрович Копылов Да, автор учебников Вы знаете Этот самый Да, я с ним делал интервью И как раз это перевернуло Мое мировоззрение Лет 10 назад Это было Он сказал Что нельзя Дать определение Но мы говорим Так нельзя Но есть же определение Его надо подправить Определение Вообще-то Было сделано Гильбертом Вот Вильямом Или Уильямом Гильбертом В 1600 году Его просто надо Подкорректировать А все остальное Будет известно Значит Что такое Электричество Это совокупность Явлений Связанное Существованием Движением И воздействием Между собой Различных Мелких Частиц Которые существуют При определенных Условиях Что у нас В физике Подразумевается Под мелкими Частицами И что такое Совокупность Явлений Значит Мелкие частицы Вот Исходя Из двух Теорий Теорий Атомной Строения Атомного Строения Ядра И теории Квантовой Физики Там можно Сказать Там же у нас Всего Порядка Порядка Микро Частиц Я их Не назову А основные Я назову Электрон Протон Нейтрон Позитрон И так далее И так далее И так далее Причем Если Брать Различные Среды То Это Атомы Молекулы И так далее И так далее Вот они Все взаимодействуют При определенных условиях И получают Электричество Что такое Совокупность Явлений Что мы понимаем Под совокупностью Явлений Это явление В результате Чего проявляется Действие электричества А действие электричества Проявляется В двух Эпостасях Есть Статическое Электричество Приводное И есть Второе Динамическое Электричество Получаемое Человеком Отсчет Динамического Электричества Идет С 1790 Года Это Обезобретение Александра Жюзепа Настасья Антония Вольта Или Антония Настасья Вольта Значит Который Создал Вот Свою Вольтовую Банку Химический Или Электрохимический Искучник Электричества А дальше Через 20 лет Исследования Майкла Фарадея А дальше Построение Электрических Машин В том числе Различные Применения Поэтому А что Природное Электричество У нас Изучали Все Еще Начиная С Бенджамина Франклина Его Громоотводы То есть История Электричества Насчитывают Не так много лет В изучении Как нам бы Хотелось Хотя Явления Относят К изучению Фалоса Милецкого Это Второй Третий Век До нашей Веры То есть 5000 лет Понимаете А фактически Ребята Сила Которая Которая Вызывает Движение Вот этих В результате Чего Начинают В растворе Двигаться Молекулы Идет Движение Этот Осаживаются Скажем Электроны Собираются Или Позитроны На Концах Этого Вольтовой Банки На Выводах И они Работают А что Он Сказал Вольт Когда он Изобрел Он Вел Вольт Единицу Электричества Он Сказал Задача Источника Электричества Поддерживать Это Напряжение На Концах Этой Банки Или Источника Электричества Все Первое Наперво Это Напряжение Это Основная Характер Электричества А что Вам В 1820 Году Сказал Амбер Луи Мари А он Вам Говорит Ребята Да У вас Движется Вот Это Напряжение С Определенной Интенсивностью По Электрической Цепи Ему Говорят Нет Там Сила Ток Какая Сила Сила Электрохимическая Как Она Может Двигаться Она Заставляет Чего Двигаться Подумайте Чего И Где Следующий Вопрос Который Задается Вот Вольты Обозначены Ну Пальчиками Раздвинули Да Дубль В Победа Вольты Обозначаются Вольтами Мы стали Обозначать Буквой У Латинской Ну ладно Буквами Но Вольт Но Вольт Пишем Обозначение Он Измеряется Он Придумал И Его Честно Звали А дальше Какую-то Силу Тока Назвали В честь Ампера Измеряется Ампера Отпишется Буква И Простите Меня Буква И Откуда Там Взялась Так Ни Откуда А вторую Работу Ампера Прочитайте Его Трактат Об электричестве Магнетизме Там же Четко Пишет Интенсивитет Декурант Электрик И Когда Я Говорю Чем Они Говорят Слушай Олег Выход Ты Чем Белин Абелка Ты Словно Переводишь Я говорю А что Должен Делать Вам Ампер Говорил Кстати Вот По поводу Ампера Вот Всего Навсего Три года Назад Ну Четыре Уже Будет Года Осенью Осенью Сейчас Три с половиной Года Отмечали Двухсотлетие Открытие Ампера И Эрстеда Ну Что У нас Коронавирус А потом События В Европе Европа Белин Объелась И Начала Устравовать Против России Пакости И Гадости А про Ампера Забыли 200 лет Открытие Которое Перевернуло С головы На ноги Или С ног На голову Наше Существование Сегодня Без электричества Мы просто Не обходимся У нас Ни один Аппарат Не работает И Когда Спрашивают Сколько У вас Двигателей Электрических Машин В квартире Мне Говорят Да Нет Я говорю Да Посчитайте Микромашины У вас Автомобиль Есть Сколько Там Электрических Машин Начинает Пальше Загибать Генератор Стеклоочистители Гредние Задние Стеклоподъемники Тресла Опускаются Поднимаются Сколько Там Насчитали А домой Вы зайдете Стиральная Машинка Пылесос Вентиляция На кухне Вентиляция Вытяжная Ванная Везде Стоят Электроприборы Кофемол Мясорубки И прочее 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 У нас Дома Порядка Двадцати Машин Все Мы пользуемся И вот Это Расточительство Расточительство Полное А на заводах Сколько Машин Сколько Они Потребляют Вы представляете Если Снизить Потребление Хотя бы В два раза Да мы Сегодня Будем Иметь Вот Тот Минимум Который Нужен Для обеспечения Нас Электромобилями Двигатели На электромобилях А мы Сегодня Вынуждены Строить Дополнительные Мощности Атомные Электростанции Вводить И все Поэтому Либо Человечество Раздевывается По интенсивному Пути Либо Дальше Идем По интенсивному Вырабатываем Свои ресурсы Лет Через 150 Но Может Раньше Мы Прекратим Своё Существование Олег Михайлович Понятно Эту тематику Дуйнов Поднимал На первых Наших Встречах Как раз Он делал Обзорные Лекции Что мы Потребляем Но 3% Что-то Генерируем Мощности Все остальное Теряется По пути Мы Потребляем Генерируем Мощностей К нам Доходит В виде Потребления Порядка 17-18% Все теряется Но Тут же Второй вопрос Когда мы Показываем Свои Электрические Машины Просто Все в шоке А как Это у вас Есть Катушки Электрические На двигателе А у двигателя Практически Нет Косинософии То есть Нет Реактивной Составляющей А якобы Многие Рассказывают Скажем Доктора Наук Читают лекции Мы когда Слушали лекции В институте В одном Уважаемом То сказали Ну нет Ребят Вы что Он уже Неуважаем Если доктор Наук Говорит Что вам Реактивное Мущество Дает Магнитный Какие-то Потоки Или Магнитное Взаимодействие Между Пространствами Ротора И статора Ну Извините Где он Учился Реактивка Это вообще Поразитная Действие катушек Генератора И они Цепить Туда-сюда А в Перевенном Электричестве Это вообще Паразитная Составляющая Она вызывает Нагрев проводов Что в общем-то Разрушает Лаг в проводах И пятое Десятое Кроме того Вопрос по Трансформаторам По понижающим Иже тысячи Их надо Охлаждать А все Это внутреннее Потребление Поэтому есть Программа Министерства Энергетики Российской Федерации Там Снизить Потребление Еще Я и знаю Но к сожалению Наша жизнь И реальности Значит Пока мы Бьемся Пока мы создаем Начинаем Информировать Рассказывать Показывать Это Процесс Небыстрый Мы все Прекрасно Понимаем В каждом Советском Союзе От Внедрения Изобретения До То есть Изобретения Заговорился От Момент Изобретения До его Внедрения Проходило Примерно 7 А то и 10 лет Все доводки И испытания Сейчас Этот срок Прекращается Но к сожалению Есть Маса Других Преклонов Скажем Это Патентование Это Доказательство Того Что ты Первый С чем Сравнивать Ну С чем Сравнивать Я могу Вот Покажу Если будете Покажу Тут пару Генераторов И к мире Нет С чем Сравнивать С обыкновенными Ну Тут надо Понимать Процессы А мне Патентовед Один Спишет Заключение Что Эта машина Работать Не будем Я уже Тут Друзья Всем Говорю Ну Давайте Я привезу Привезу Нагружу Заплачу Пенсию Свою Отдам На транспортную Компанию И покажу Этому Патентоведу Что она Работает Она Кому Палки Вставляет Лично Мне Олегу Михайловичу Или Она В стране Палки Вставляет На Кого Она Работает О Хорошая Хорошая Постановка Для этого Приедем А сними Материал Олег Михайлович Ну Я Вам Покажу Но Потом Поговорим Это Не для эфира Есть Куча вещей Которые Михайлович Уже Эмоции Просто Идут Сейчас Вот Поэтому Все Идет Потихонечку Хотелось бы Быстрее Ну Идет Как идет Поэтому Будете Здесь Поговорим Более подробнее Хорошо Олег Михайлович Да Все Благодарю Я координацию Произвел Принципиально Вы в Нижнем Новгороде Будете Ехать Созвонимся Определимся Я вам скажу Куда подъехать Да Все Благодарю Вас Нижайший Всех благ Добро Всем Хорошо В круговерте Танцы Космических Бур Незаметные Людские Мечтания И сны Проживается Счастье В сердца Всех Людей Но так Так мало Кто знает Все это Увы Я всесильным Становлюсь Нездержимым Все преграды Прохожу Бережимы Свет эфира Озаряет Вселенную Мы Все преграды Незаметные Незавтанцы Незаметные Незаметные В сердце Субтитры подогнал «Симон»